Долина 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 размещают на верхних ветвях вечного древа. Одного на весну, одного на лето и двух на осень. Первый игрок берет 5 случайных карт из колоды существа сооружений, второй 6, третий 7 и четвертый 8 карт. Можно начинать игру. Игроки ходят по очереди по часовой стрелке. Свой ход игрок выполняет одно из трех действий. Поставить работника, разыграть карту или подготовиться к сезону. Итак, в начале игры у вас есть всего два работника, которых вы вскоре отправите выполнять какие-то ваши поручения. Они могут добывать для вас ресурсы, участвовать в различных событиях, а также добывать новые карты, которыми вы в дальнейшем будете заполнять свой город. Отправлять работников можно как в локации на общем игровом поле, так и на некоторые карты в своем городе и даже иногда в города соперников. Потом, в начале нового сезона, вы вернете всех выставленных работников и сможете снова давать им поручения, а также добавите к ним, в зависимости от сезона, еще одного или двух. Таким образом, сможете совершить еще больше действий за сезон. В игре есть два типа локаций. Одиночные, замкнутый овал, и общие, разомкнутый овал. В одиночной локации может находиться только один работник. В общей локации могут находиться сколько угодно работников любых цветов. Если вы разместите одного из ваших работников на символе в доступной локации, то сможете получить ресурс или взять карту. Этот работник будет находиться здесь до тех пор, пока вы не вернете всех ваших работников обратно, выполнив действия подготовки к сезону. Давайте окинем взглядом игровой стол и разберем локации, в которые можно отправить работников. Эффекты основных локаций, расположенных вдоль ручья, приносят указанные ресурсы. Например, разместив работника вот здесь, можно взять три дерева. Возьмите их из запаса и положите перед собой. Обратите внимание, что локации с символом 4 используются только в партиях на четверых, а также в лесной локации не могут находиться два работника одного цвета. В этой локации можно получить одно победное очко и две карты. Берем их из общие колоды и добавляем к себе в руку. Новые карты всегда берутся из колоды существ и сооружений, кроме случаев, когда какое-либо свойство предписывает вам брать карту с поляны. Ни при каких условиях вы не можете иметь на руке больше 8 карт. Когда вам предписано взять карты, вы можете добрать максимум до 8. Если по условиям игры вы должны отдать карту сопернику, выбирайте среди тех соперников, у которых меньше 8 карт. Например, я разыгрываю эффект локации почта, отправляю сюда своего работника и теперь я должен отдать любому сопернику 2 карты. Этим игрокам я не могу отдать карты, поскольку у них уже по 8 карт. Отдаю 2 карты на свой выбор из руки этому сопернику. Если у всех соперников по 8 карт, то карты отправляются в сброс. Например, на момент, когда я выполняю действия локации почта, у всех соперников уже по 8, то я просто сбрасываю две карты на свой выбор, затем сбрасываю любое количество по свойству локации и добираю до 8. Сыграв карту с поляны, немедленно откройте на ее место новую из колоды. Если какое-либо свойство позволяет вам взять сразу несколько карт с поляны, то сначала возьмите необходимое число карт, а только потом положите на их место новые. Если колода существ и сооружений закончилась, перемешайте сброс и сформируйте из него новую колоду. В процессе игры вы также разыгрываете карты и, выкладываете перед собой. Все вместе они формируют ваш город. Если на карте в вашем городе есть символ лапки, то вы можете разместить здесь работника и воспользоваться эффектом карты. Однако, если на карте вдобавок есть вот такая табличка «Открыта», то на ней могут размещать работников любые другие игроки, а не только владелец города. В этом случае игрок, разместивший работника, использует эффект карты, а владелец города получает одно победное очко. Сам владелец города воспользоваться эффектом не может, по крайней мере до тех пор, пока игрок, разместивший работника, не выполнит действия подготовка сезона и не заберет тем самым работника с этой карты. На картах, лежащих на поляне, размещать работников нельзя. Их можно только разыграть в свой город, оплатив их стоимость. В игре есть события. Это особые ячейки, в которые не так просто отправить работника. Сперва вы должны выполнить требования события, но за это в награду вы получите победные очки. Есть события основные, они представлены жетонами под вечным древом, и особые события, которые выбираются случайным образом при подготовке и находятся на нижнем ярусе вечного древа. Например, чтобы принять участие в событии городской памятник, я должен сперва отправить сюда своего работника, но также мне необходимо соответствовать требованию события, иметь у себя в городе разыгранными три карты вот с таким символом. В каждом событии может принять участие только один игрок, поэтому теперь я забираю себе жетон вместе с выставленным на нем работником. В конце игры этот жетон принесет мне три победных очка. Работника с жетона я смогу вернуть только после того, как выполню действие подготовка к сезону. Например, чтобы принять участие в событии выгодный обмен, мне нужно иметь в своем городе лавочника и почту. Точно так же я выставляю на эту карту своего работника и теперь могу отдать соперникам три любых ресурса или меньше и за каждый отданный ресурс получить два победных очка. Точно так же после этого карту вместе с работником я выкладываю рядом со своим городом. Кстати, если по любой причине вы перестали удовлетворять требованиям события, но уже забрали его жетон, то он все равно остается у вас. К примеру, чтобы поучаствовать в событии городской памятник, мне нужно было три карты вот с таким символом. Я поучаствовал событие, после этого применил свойства карты кран и сбросил его. У меня осталось только два символа в городе, но жетон события все равно остается у меня. Убежище это общая локация, в которой может находиться любое количество работников любых цветов. Разместив работника в убежище, вы можете сбросить с руки любое количество карт и получить один любой ресурс за каждые две сброшенные карты. Сбрасываю четыре карты и беру, например, ягоду и камень. Осенью, то есть в последнем сезоне партии, вы можете отправить работника в путешествие. Для этого нужно сбросить с руки столько карт, сколько победных очков указано на выбранной локации путешествия. В свой ход вы можете сыграть только одну карту. Для этого вам нужно заплатить указанные на ней ресурсы. Например, я хочу построить ферму. Сбрасываю в запас два дерева и одну смолу. Выкладываю карту в свой город. Не забывайте, что сыграть карту можно не только с руки, но и с поляны. Например, я могу заплатить один камень, чтобы построить в своем городе кран. Карты бывают двух типов — существа и сооружения. В вашем городе может быть сколько угодно копий обычных карт, но только одна копия каждой уникальной карты. Например, если я уже имею в своем городе дворец, который является уникальным сооружением, то второй дворец построить не смогу. Сыграть карту существа вы можете, либо заплатив стоимость существа в ресурсах, либо, если вы имеете в вашем городе определенное сооружение, можете разыграть карту существа бесплатно. Например, я хочу разыграть карту существа «Жена». Вот здесь указано, какое сооружение должно быть у вас в городе, чтобы не платить стоимость существа. Это ферма. Сыграв существо без оплаты его стоимости в ягодах, вам нужно обязательно выложить на сооружение, которое вы для этого использовали, жетон закрытой двери. Это сооружение больше нельзя использовать для розыгрыша существ. Если в дальнейшем существо по какой-либо причине покинет город, жетон закрытой двери все равно останется. Теперь рассмотрим то, что называется городом игрока, то есть те карты, которые вы в процессе игры разыгрываете и выкладываете перед собой. Всего в вашем городе 15 ячеек для розыгрыша карт. Удобнее всего раскладывать их в решетку, 3 на 5. Карты событий при этом не учитываются и в городе не размещаются. Всего в игре 5 типов карт. Карты странствий, коричневые. Свойства применяются сразу же при розыгрыше, повторно не применяются. Карты урожая, зеленые. Свойства применяются сразу же при розыгрыше карты и повторяются при подготовке к сезону весной и осенью. Карты локаций, красные. Свойства применяются, когда на карту помещается работник. Карты процветания. Сиреневые. В конце игры дают дополнительные победные очки, указанные в тексте карты. Карты управления. Синие. Они дают бонусы или позволяют получить скидку при розыгрыше карт определенных типов. Сейчас мой город полностью достроен. В нем заполнены все 15 ячеек. Однако сыграть 16-ю карту я все еще смогу. Это карта муж. Обратите внимание, на карте мужа и на карте жены есть примечание, что они могут делить ячейку друг с другом. Таким образом, я могу заплатить 3 ягоды и поместить мужа в одну и ту же ячейку с женой. Вы можете подготовиться к сезону только после того, как у вас закончились доступные работники. Причем, для того, чтобы вернуть их обратно, то есть совершить действие подготовка к сезону, вам не нужно ждать, пока работники закончатся у всех остальных игроков. Это абсолютно нормальная ситуация, когда одни игроки еще не закончили все действия в одном сезоне, а другие уже действуют следующим. Выполняя подготовку к сезону, вы и только вы возвращаете всех ваших работников в личный запас. При этом в подготовке к сезону весна вы получаете одного нового работника и применяете свойства всех карт типа урожай в вашем городе. Летом вы получаете одного нового работника. Урожая летом нет, но в это время года вы по-прежнему можете разыгрывать карты такого типа ради немедленного применения их свойств. Также при подготовке к сезону летом вы можете взять на руку две карты с поляны. Осенью вы получаете двух новых работников и собираете урожай. Когда вы больше не можете или не хотите выполнять действия, партия для вас завершается. Ваши рабочие по-прежнему остаются в тех локациях, куда вы их отправили и мешают другим занять их по обычным правилам, но более вы никак не влияете на игру. Когда последний игрок объявляет о завершении партии, все игроки подсчитывают свои победные очки, после чего определяется победитель. Сначала сложите победные очки, указанные на картах. Добавьте к этому очки на жетонах победных очков, бонусы карт типа процветания и, наконец, добавьте очки за путешествия и события, в которых принимали участие. При равенстве побеждает претендент, принявший участие в наибольшем количестве событий. Если и в этом случае ничья, побеждает претендент, у которого осталось больше ресурсов. Это были все правила. Теперь вы можете сами отправиться в уютную долину для того, чтобы побороться за звание лучшего градостроителя с другими игроками. Игра также предусматривает режим для одного игрока, которым вам понадобится вот этот черный кубик. А вашим соперником станет старый вредный грызун Ругворд и его стая кривоглазых крыс. К игре уже сейчас доступно на русском дополнение «Жемчужный ручей», в котором добавляется новая часть игрового поля, новый ресурс, жемчуг, а также новые механики. Теперь вы сможете отправлять послов лягушек к жителям ручья и помогать им в их делах, за что в награду получать жемчужины и делать из них удивительные украшения. Издательство Hobby World готовит к выпуску и другие дополнения для этой игры, так что мир Эверделла еще долго будет очаровывать вас яркими красками и уютной сказочной атмосферой. Если у вас все еще остались вопросы, вы всегда можете задать их нам на электронную почту, в чате сотруднику на сайте hobbyworld.ru или же прямо в комментариях под этим видео. Если оно было полезным, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Оставайтесь с нами и играйте в настольные игры. Пока!